Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Дмитрий, частенечко я снимаю видосики про Москву, про реальные зарплаты, про то, стоит ли туда переезжать и т.д. и т.п. Сегодня у меня вот так вот мысли как-то немножечко нашли, навеялись, да, и я решил порассуждать, а что вообще происходит-то на самом деле, ведь много комментариев о том, что Москва уже не та, куда вы все лезете, зачем вы сюда едете, ведь вы посмотрите, что происходит. Я советую всем присесть, успокоиться, выдохнуть, да, взять чашечку чая, кофе, сегодня будет такое насыщенное, интересное видео. Сначала давайте посмотрим рекламу, которая помогает продолжить мое творчество на ютубе. Также напоминаю, что у нас поступили европейские феромоны, то есть парфюмерия с феромонами. Хотите верьте, хотите нет, она подбирается индивидуально по вашему дизайну человека. От вас нужно прислать дату рождения, свое имя, и мы вам рассчитаем индивидуальный ваш феромон. Не забывайте, ребята, что даже сексуальное влечение у человека вызывается по запаху. Или ты думаешь, просто так, у какого-нибудь парня, простого, невысокого роста, самого обычного, столько девушек. Да нет, конечно. В 21 век ученые уже настолько двинулись вперед, что ты даже не представляешь, насколько. Пиши 8-916-756-1776. Я лично все рассчитаю и отправлю тебе самый лучший парфюм с феромоном. Из нашего красного чемодана любви, страсти, секса и желаний, конечно же, я сейчас покажу одну посылочку. Она у нас отправляется молодому человеку на дым. Молодой человек берет у нас вот такую вот посылку, он берет нас второй раз. Парень, да, очень такой трудяга, зарабатывает деньги, хочет найти себе жену, да, хочет пойти по стопам того же подписчика, который год назад, вы только посмотрите, брал. И, наконец-то, он посредством феромонов, да, нашел себе супругу, жену, у них была свадьба. Также его восхищает история про пацана, который на свадьбе со свидетельницей замутил. Но этот легендарный паренек по прозвищу Трудяга заколачивает свою, тот еще ловелас, да. Также история, как парень по парку погулял, говорит, всю жизнь от меня девушки это, а здесь прямо она отцепиться от меня не может, да. Ну, короче, куча отзывов, куча, да, ребята. От кого-то вот жена ушла у нас, от пацана из Краснодарского края. Понимаете, он уже другую нашел быстро. Короче, эта тема, ребята, берите, да. В любом случае, жизнь одна, останутся только у нас что? Воспоминания, ощущения, да, впечатления, а все, оно как фанера над Парижем, да. Поэтому пробуйте, действуйте, жизнь одна. Итак, друзья, ну что, я бы хотел сказать, я бы хотел порассуждать о том, что теперь творится, что у нас происходит. Вчера вот один очень интересный комментарий поступил, где молодой человек пишет. Я, говорит, так и так проживаю сам по себе, говорит, в Москве, но мы приехали в Москву примерно около 20 лет назад. Я, говорит, купил уже квартиру в районе Филях, по-моему, да, и у меня дочка уже живет с парнем. Он говорит, ребята, мне повезло, я работаю водителем, руководители, и зарабатываю 130-140 тысяч рублей. У меня своя квартира, жена у него тоже где-то пристроена, да, и он уже взрослый, да. Но, говорит, что происходит с молодежью, это просто трэш. Полтинник, да, 60, 70, 80, то есть не более того. Просто-напросто странные, стрёмные деньги, на которые здесь хрен проживешь, пишет подписчик. И вы знаете, вот в совокупности, если проанализировать все то, что пишут люди, я вам, ребята, скажу, что очень разношерстная у нас ситуация, да. Понимаете, вот если у тебя нету нормального образования, если у тебя нету опыта, да, если ты просто, как говорится, выполз, да, из своего города, поселка, то тебе, что тебе нужно делать? Ну, конечно же, уповать только на Господа, потому что, кроме как удача или его величество случаев, я не знаю, что тебе еще поможет, да. Ну, либо твердолобость, настойчивость, но это, ребята, очень сильно может пошатнуть здоровье, потому что всегда вот брать на храпом, да, брать вот этим вот, продавить ситуацию, сделать, смочь. Это как бы не всем, ребята, подходит, потому что потом на здоровье это очень сказывается, да. Я хочу сказать, что если у тебя всего этого нету, конечно же, ты едешь и просто-напросто ты полагаешься на волю Бога, да, Вселенной, там, Высшего Разума, как хотите называть, и все. Вот я недавно смотрел один канал, пацан там, знаете, пацан, он приехал в Москву на таком вот энтузиазме, он прям горел идеей, да, ему уже было чуть более 30 лет, у него жена была, не буду говорить, с какого он города, а то, может, вы видели этот канал, да, или знаете, человек. У жена была первая, он с ней в разводе и осталась в родном городе с ребенком. Она уже привела мужичка, этот мужичок там, она пыталась там, чтобы ребенок называл его папой, да, нового папу, этот был против, короче, у него в вечной терке были, вот, сыну там около 5 лет, да. Дома же он себе нашел девушку, молодую, девушка его настолько замотивировала, да, настолько там вселила в него уверенность, что он мужчина, что он все сможет, что этот парень, да, взявшись вот так за голову, говорит, слушай, нам надо срочно вылазить, да, из вот этой вот кредитной кабалы, а сидел он именно в ней, так как прошлый брак, там, развод, все вот эта дележка, он говорит, я очень сильно, да, переживал, не мог трудоустроиться, да, и брал кредиты. Потом познакомился с вот этой девушкой второй, она его себе пожить взяла, да, ему все понравилось, но опять же, да, он говорит, ну, че, я устроился там на работу, ну, бля, ну, двадцатка там, ну, там у них небольшой город, прям вообще небольшой, он говорит, ну, мы с ней пару раз в кафе сходили, я там ей колечко купил, ну, все, ну, я сижу, я себя, говорит, мужчину не чувствую, да, и он все вот это вот рассказывал, рассказывал, он это транслировал, да, я так сижу, думаю, бля, ну, жалко чувака, конечно, ну, че, че, ну, ему там все пишут, давай, развивайся, что-то делай, да, а он там на уровне, ну, там, у него 200, там, 200, 210 подписчиков, да, половина из которых, я понимаю, что это школьные друзья там какие-то, да, люди, вот. Мне просто интересен его путь развития был, потому что я понимал, что вот или, или, или такой человек пробьет вот этот, сука, железобетонный занавес, да, лбом своим и пройдет, дойдет до цели, да, либо он сломается, да, и просто исчезнет из информационного поля, ибо он делает такой, можно сказать, выброс, такой вот вызов, он пытается, да, показать, что он сможет сломать все вот это, он сможет выйти, да, за рамки своих возможностей, он сможет подняться по жизни, и у него это обязательно получится, да, ну, и в конечном счете, да, чувак что делает, он берет билет на самолет, летит в Москву, заселяется в какой-то полубомжатник, такой, знаете, общежитительного типа дом и поделен на комнаты, а не по бачкам, да, короче, он за 18,5 тысяч снимает эту комнату и начинает, что делать, таксовать, берет машину, зачем-то он сразу берет себе чуть ли не тариф бизнес, да, крутую огромную тачку, пытается таксовать, ему сначала кажется, что все идет по плану, что он контролирует ситуацию, у него сразу там видео такие, что вот, посмотрите, я там, блядь, развиваюсь, вы там сидите у себя дома, все хорошо, я, как человек, который тысячу раз переезжал уже, я знаю, что эффект вау продолжается недолго, дальше начинается суровое, да, осознание того, что Москва одной рукой дает, а второй-то она забирает, забирает, и забирает она, как правило, больше, мало того, что, ладно, как говорится, деньгами бери, так она же еще, сука, энергию высасывает, просто из тебя высасывает жизненную энергию, да, поэтому она такая, можно сказать, богатая, большая, да, и успешная, то, что туда люди приезжают, сука, весь свой потенциал, что творческий, что любой, выкладывают, да, физический, и все, что дальше, давай, пока, пока, как бы, и вот здесь вот, что начинается, самое интересное, ну, кстати, вот про таксистов, я вам скажу, да, вот мой знакомый хороший, вот, кстати, мой код, регистрируйтесь, Яндекс.Про качайте, как самозанятый, это не реклама, ничего, вы попробуйте, мало ли что, вдруг зайдет, ребята, вдруг зайдет, приехали, вот так, денег нету, хорошо выручает, обязательно вводите мой код, выполняйте 10 доказов, вам дадут бесплатные смены, будете катать без комиссии вообще, и все равно по 4%, как самозанятый, намного лучше, нахер вот эти парки вообще нужны, я вообще не понимаю, люди каким-то парком подключаются, открылся, самозанятый, все работает, работа на здоровье, все, то есть, ну, вот, где-то здесь, да, прикреплю скрин, ну, что, ну, пацан 300 сейчас делает, а водителей нету, водителей нету, нужна справка о несудимости, если хотите в такси, берите ее сразу, то есть, деньги баснословные, делаются просто моментально, мне, когда уже начинают эти суммы скидывать, я уж, ребят, сам грешным делом думаю, может, в такси идти, слушайте, вообще, нахрена вот это все, может, сука, идти в такси, просто работать, таксовать, ну, если вы поддержите, поставите, я не знаю, давайте, если хотя бы 500 лайков наберем, я прям пойду в такси, наверное, потому что, ну, уже, ладно, там 200 еще, мне как-то, ну, как-то кажется, вроде, блогер я, зачем мне это, а когда 300, это уже что-то в такое время, ребята, это, извините, это уже ничего себе называется, это прямо, ого, ну, и простыми словами, да, этот чувак ломается, ребята, ломается, он ломается, знаете, что, 18 смен он делает и говорит, все, здоровье, он просто не может подняться, а аренда, цигель-цигель, аренда квартирки, вот этой аренда за машину, он сдает машину, забуривается в свой этот номер, берет, ну, как я понимаю, немножко, наверное, беленькой, и просто начинает отдыхать день, два, годит три, то есть у тебя накопилась вот эта вот энергия, ты в депрессухе, ты просто хочешь нажраться, никого не видеть, уйти от этих проблем, да, но ты, сука, просыпаешься, очи открываешь, по сторонам смотришь, это не дом, это какая-то съемная конура, машины свои нет, ничего нет, все в долг, все в кредит, и тебе надо вывозить, то есть что в такой ситуации может помочь, только нестандартный подход какой-то, да, нестандартный подход к ситуации, творческая мысль какая-то, поворот какой-то, да, ведь вы понимаете, там, где стадо, куда идет стадо, там никогда, не то чтобы денег нет, может и есть деньги, но сильного толчка и роста там не будет, потому что там стадо, да, надо какую-то вот искать лазейку, да, где-то вот где нету стада, да, и там будет, ведь выбери самый тяжелый путь, да, и на нем ты не встретишь конкурентов, вот как-то так. Но чувак продолжает Берет он теперь машину подешевле Долбит, еще полтора месяца проходит По видеосвязи Он там со своей женой Она на него грузит проблемы Что-то там надо за сад За то, деньги давай Он сидит вообще Потом там ему любимая звонит Привет, любимая, я тебя люблю Давай, держись, любимая что-то нас повесила Я понимаю, что вероятнее всего Любимую тоже любит кто-то И она понимает, что ее любить может Не только этот любимый, но еще любимый По месту жительства У которого, как говорится И член под боком А не где-то в Москве катается в такси То есть, понимаете Что ситуация начинает закручиваться И вот однажды я открываю Ютуб, включаю канал А канала нет, он его снес Он его снес, он, сука, не вывез Он не вывез и он уехал домой Он уехал домой, устроился куда-нибудь Там на работку И сейчас, конечно, сидит и убивает просто От того, что как же так Как же так Не справился пацан с бурей эмоций Но он, если честно, такой немножко набычный Он такой набычки как бы был Такой, знаешь, такой немножко диковатый Грубоватый, да, злой Где-то комплексы зарытые какие-то, да А комплексы потому, что за 30, когда мужику переваливает А у него нету ни хера, его начинает накрывать Вот у меня куча знакомых, они ушли из поля зрения, да, им стыдно себя показывать Потому что, ну нет ни хуя, как бы вообще ничего нету Ничего своего нету Тебя начинает накрывать Я как бы уже допер до этого где-то в 22-23 года Я думаю, сука, если уже накрывает Думаю, ну тебя в 30 вообще порвет просто изнутри, да И надо поэтому что-то это На самом деле, да, жизнь она как устроена, ребята Неважно, что у вас есть, что у вас нет Вы должны понимать одно Люди немножко вот с этим ничего не хотят вообще Мы вот пришли голые Вот ты родился, ты же и уйдешь таким, да Понимаешь Душа бессмертна Сознание не отключается, да Вот, круговорот душ, на мой взгляд, тоже существует Это если вкратце Чтобы совсем вас не пугать здесь своими взглядами на жизнь, на бесконечность, на мир, да Вот, вы должны уяснить Какой смысл любого творения, да То есть нас с вами, да Это только сделать мир лучше Пустить в мир доброту, помочь кому-то, да То есть жить не только для того, чтобы воспользоваться ближним своим Для осуществления каких-то своих эгоистических потребностей Но чтобы дать что-то человеку Мне всегда все говорят Ну хрена ты снимаешь видео, сейчас нет монетизации И знаете, вот кто так говорит, у меня сразу ужас просто У меня ужас, я боюсь за этого человека То есть он настолько эгоистично настроен Он только себе хочет все, понимаете В смысле, а ты что, бесплатно не можешь снять? Ты же себе лучше делаешь Вот меня это пугает, ребята, на самом деле Поэтому я что хочу сказать Здесь все упирается в следующее У кого-то ребята пусто, у кого-то густо Кто-то переезжает в Москву, вот так на раз-два у него получается А кто-то переезжает, у него вообще не получается И в этом, ребята, весь смысл Потому что надо сразу понимать Если у тебя есть образование Если у тебя есть опыт работы Если у тебя все вот это в совокупности имеется Тогда, конечно, тебе будет проще Если у тебя нет ничего, как у этого чувака, который приехал Конечно, ты будешь, извините, руль крутить Но ты в любом случае, надолго тебя не хватит Потому что там уже понаехало разных мужиков С разных регионов столько И они тоже могут за эту плату выполнять эту работу Что ого-го Но с другой стороны, ситуация приобретает сейчас безвыходный характер У многих просто выхода нет Вот у тебя кончились бабки Ну поедешь и будешь работать, ребят Я не знаю, да В любом случае, пишите сейчас в комментариях Каждый из вас, что думает Мне будет очень интересно Крайне интересно почитать Я считаю, такой душевный выпуск получился Жалко чувака, конечно Я думаю, вдруг он еще вернется Если он вернется, я вам расскажу, как у него там жизнь сложилась А может он где-нибудь устроился в какую-нибудь фирму Сейчас как нам вылезет Как скажет, а я 500 в месяц имею И мы такие, о, чувак 500 имеет А мы сидим тут, болтаем, что у него ничего не получилось Ладно, лайк, ребята Подписка из красного чемодана любви Обязательно берем посылочки, ребята В телеграме читаем отзывы Внимательно смотрим все И, конечно, принимаем решение, надо, не надо Тут я вас уже не заставляю Я вас всех люблю С вами был Дмитрий Лайк, подписка До скорых встреч Всем пока И, кстати, на втором автоканале Сегодня будет интересный выпуск такой Пацану предлагают Поменять поло, да, свежий На ладу Очень свежий, да И все это так, знаете, типа Ну, родственник предлагает Вы посмотрите Будет очень интересно Мне интересно ваше мнение Чего вы, поменялись бы, нет? Лайк, подписка, колокольчик До скорых встреч Всем пока Субтитры подогнали Симон